Итак, третий день моего отпуска. Дэниел сегодня тоже пришел рано с работы, так как у него простуда. Доложил мне, что он дома в 5 утра. И мы с Сочи продолжали отдыхать. Отдыхать, а потом погуляли, я покупалась. А сейчас приготовилась. Говорят, вот некуда тебе ходить. Ни сумки, ни платья. Да как же некуда. Вот опять к врачу пошла. А поэтмент у меня. Укол будут мне от боль в спине ставить. Поэтому вот люблю я кроссовки, больше ничего. Помните, да, сандалии купила. Вот никак они мне не в кайф. Неудобные. А то, что купила бюстгальтеры, это вообще очень классно. И они еще специальная застежка вот здесь дополнительная. Лямочки соединяют. Поэтому удачно я купила. Три бюстгальтер за 12 с чем-то долларов вчера. Это одна из удачных покупок. Ну и весенние мои украшения. Где у меня? Вот. Осень во Флориде. Мои любимые. Веточки осенние. С тыковками и яблоками. Ну и баба ешка. Красотешка. Все время вам ее показываю и не устаю восхищаться самой. Тяжелая. Не какая-то там фигулька вам. А настоящая бабулька. Дэниел спит. Вот. Хорошо, что я сычуля там. Видно вам? О, голову подняла. А то вообще лежала кверх ногами. Уже выгулянная. Ну, она и не откажется еще погулять. Ага. Вот. Еще покупаемся потом. Ну, если честно, такое ленивое состояние. Ну, надеюсь, что мне укол поставят. Может, завтра смогу уборку дома сделать. В спине пока будет хорошо. То, вы знаете, с утра встаешь с усталостью и ноющей болью в спине. И, конечно, делать ничего не хочется. Другое дело, на работу идешь. Там деваться некуда. Работаешь и все. А дома, конечно, хочется сочкануть. Отдохнуть. Набрала курицы, салатов. Сама даже ничего не хочу. Потому что, ну... Не устала вроде как. Не работаю уже третий день. Так что все нормально. Надеюсь, Дэниел выздоровеет. Сегодня у него выходной. Вообще два выходных. Вот так как работать некому. Завтра опять собираться на работу. Ну, поверьте мне, я ругаюсь. Я его прошу не работать. Когда болеет. Тем более. Ну, вот он такой упрямый. Нужен он. Без него там некому. Ну, и вот такая фигня. Короче, продолжается у нас. Вот это, наверное, самое повседневное у меня платье. Оно очень тонкое. Джинсы такая вообще. Тонкая-тонкая. Легкая. Поэтому поехала я о результатах. Сообщу после приема. Еще раз показываю клинику, в которую, которая принимает старичков и сотрудников. Но по страховке, которая у меня сейчас, я не могу. В смысле, врач меня может принимать, но направлять к специалистам она не может. Потому что у меня страховка прикреплена теперь к другим врачам. Вот я в кабинете. Давление хорошее. 130 на 80. Жду марту. Докладываю. Короче, тут же и аптека у нас есть. Поэтому я еще ждала, пока мне снова таблетки оформят. Короче, укол она мне ставить не стала. Потому что после того, как я ей сказала, что кроме спины у меня все суставы болят. Боль во всех суставах. И на ногах, в пальцах. Она выписала мне таблетки. На две недели. Попробовать. Будет помогать или нет. Таблетка называется трамедол. Трамодол. Трамодол. Или амнея. Второе название. Амнея. Амнея. На две недели она выписала. Если не поможет. Или поможет. Она продлит. Не поможет. Значит, а укол. Он же на короткий срок, она сказала. Вот, короче. Короче, таблетки она решила. И помните, от давления у меня дозу нужно уменьшать. Постоянно таблетку надо резать. Поэтому я ей сказала, говорю, выпиши мне нормальную дозу 5 миллиграмм. Потому что я один раз выпила 10 миллиграмм. У меня такое головокружение было. Хорошо, что дома была. Встать не могла. Вот так. Она говорит. Ну, мы с вами уже давно. Люди скопят деньги. Будут пенсию. Выходят на пенсию. И начинается ходьба по врачам. И да. Далеко не все могут себе позволить путешествовать. И не только материально. Но и физически. По разным причинам. Физическим. Ментальным. Там у меня одна подписчица спрашивала, какие я таблетки пью. Не буду я все таблетки обнародовать. Знаете, у нас столько знатоков. Все перевернут. Все перекрутят. Я доверяю одному врачу. Хожу к ней. Видите, таблетки делают меня счастливой. На вид здоровой. Более-менее полноценная жизнь, чтобы была. Для этого пьются постоянно таблетки. Продлевается полноценное здоровье. Вот так, чтобы. Сейчас приеду домой, обязательно выпью таблетку. Обязательно. Потому что даже шея сегодня болит. Дождик опять моросит. Поэтому вода еще есть. Сейчас выпью. Для того их и выпускают таблетки. Все, что мне выписано, все выписано в маленьких дозах. Но достаточно много препаратов уже скопилось у меня. Но еще раз говорю, они мне помогают оставаться в своем уме, физической форме и продолжать свою трудовую деятельность. Вот и все, что я могу сказать. Поэтому пока еду домой. Думаю, что еще сегодня покупаюсь, погуляюсь в Сочи. Может быть второй раз. А там посмотрим, что дальше будем делать. Отдыхать. Отдыхать. Знаете, куяков. Когда отпуск. И ты знаешь, что в принципе никуда не надо. Никуда. Это я просто делаю попутно. Да, врачевые свои. Потому что когда работаю, тяжело тоже один выходной куда-то ехать. Поэтому стараюсь. Даже вот на очки записалась. Но это будет в середине октября. Поменяла я расписание. Потому что они мне дали appointment на мой рабочий день. Я посмотрела свое расписание и перезвонила сегодня. Поеду, когда у меня будет выходной. Ну а все остальное, да. Моя страховка ей позволяет. Значит, выписывает рецепты. Но поход к другим врачам. Только врач, который новый врач. Надо мне к нему тоже зарегистрироваться. В смысле, если даже вот мамограмму делать раз в год, обязательно мне нужно. Это только он может мне направление дать. Или к спинному врачу. Я не собираюсь операции делать. Не хочу. Я к кардиологу уже сходила. В принципе, он мне нужен, новый врач. По новой страховке. Только, чтобы направление дал на мамограмму. Жалко, что вот она не может дать. Настолько это было все легко. И знаете, еще вот сейчас еще и проблем больше. Ну, если я уйду с работы, в принципе, я все равно не смогу пользоваться ей. Моя страховка не подходит. Но так как я работаю еще, мы, сотрудники, можем пользоваться ее услугами вот этой клиники. Такие дела. Но не всеми уже, видите. Кое-что надо дополнительно к другому врачу идти. Ну, не к спеху это. Я уже в этом году все мамограммы сделала. Помните, что-то заподозрили у меня. И еще раз посылали. Но, слава богу, ничего не нашли пока. Ну, это дело такое. Сегодня есть, завтра нет. Будем надеяться, что никогда не будет. Но проверяться надо, что ж теперь. Видимо, для этого вот старая седана. Чтобы усиленно, регулярно заниматься своим здоровьем. Ну, если таблетки будут снимать боль, я еще в фитнесе не была на этой неделе. В фитнес поеду. Так что планы такие. В магазинах уже была. Все необходимое, что хотела подкупить, подкупила продуктов, много салата, мясо куриное в разных видах. Надеюсь, Дэниел, как говорится, выздоровеет простудой. Я не заболею. Не хочу болеть. Еще и простудой. Вот в госпитале, видите, у них все переболели, поэтому и он вот все равно заболел. Все сотрудники и больных, говорит, много в госпитале. Все с простудными. Ну, вот такие новости. Я не плачусь. Я просто рассказываю о своей жизни. Какая она есть. Че рисоваться-то? Рисоваться, как говорится, хвастаться нечем особо. Ну и грустить. А че грустить? Руки, ноги работают. Голова тоже на плечах еще. Поэтому рано еще грустить. Будем наслаждаться, продолжать жизнью, танцевать. Пока. Соседи напротив. Вот в таком дневном свете. Выглядят украшения. И потом покажу вечерним. Вот соседи оформили. Ну, музыки нет хоть страшных страшилок. Красивые, забавные герои Хэллоуина. Вот. Продолжение следует...